Доброе утро! Университет Иркутска открылся в октябре 1918 года, но подготовка к открытию началась чуть ли не за 100 лет до этой даты. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, какая была подготовительная работа, велась до открытия. И почему именно 100 лет? Что нужно было? Ну, надо сказать, что вообще история открытия нашего университета – это долгая, иногда очень тяжелая песня. Дело в том, что впервые об университете в Сибири заговорили еще в 1803 году. То есть, получается, более 100 лет. Но тогда считалось, что центром образования стоит город Тобольск. К великому сожалению, вот это осуществлено не было. И так получилось, что почти полвека были одни разговоры. В 50-х годах возникла идея создания университета уже непосредственно в Иркутске. Но тут против нас, как ни парадоксально, сыграл человек, которого в Иркутске любят, ценят чисто и светло. Это Николай Николаевич Муравьев, будущий Амурский. Дело в том, что Николай Николаевич был глубоко убежден, что гуманитарное образование, университетское образование, оно людей портит. Соответственно, для него нормальными людьми были офицеры. Соответственно, когда возник вопрос о создании университета в Иркутске, он категорически заявил нет. Почему? Потому что набегут всякие, которые будут мешать. Соответственно, после этого идея умерла, но не полностью. Дело в том, что иркутское общество, прежде всего купцы иркутские, они были готовы заплатить деньги, причем очень приличные деньги. Ну, приведу простейший пример. Первый университет, открытый в Сибири, это Томский университет. Для его открытия понадобилось примерно 800 тысяч рублей. Из них 400 тысяч государственные деньги, 400 пожертвования. Из них 200 тысяч пожертвовали иркутские купцы. В Томск? В Томск, потому что в Иркутске не открылись. Такая жажда к знаниям была? Да, дело в том, что Сибирь оказалась действительно некой вот такой землей незнаемой, терра инкогнито. Потому что ни одного образовательного учреждения, высшего ни одного университета, естественно, это сибиряков крепко напрягало. И вот так получилось, что иркутяне, они оказались действительно самыми продвинутыми. То есть, если мы посмотрим, именно иркутское общество, иркутская городская дума регулярно поднимала вопрос. Ребята, давайте открывать. Власти, ну, когда-нибудь потом. То есть, собирали деньги, бомбардировали телеграммами и письмами Министерства народного просвещения. В 2012 году создали специальное общество поддержки создания университета. Опять собрали деньги. И тут началась Первая мировая. Но даже в Первую мировую, в 16-м году принципиально было принято решение о создании университета в Иркутске. Но тут грянул 17-й год. После февральских событий, Временное правительство, туда вошли люди достаточно интересные, прежде всего, в блок народного просвещения. Некоторые из них были связаны с Сибирью, допустим, как Альденбург. И они дали отмашку на создание университета. То есть, была создана комиссия, было официально заявлено, что университет откроется в 17-м году осенью. В составе юридического и историко-филологического факультета возможно. И тут же возник вопрос. Ребята, а давайте вот создадим университет нового типа. Дело в том, что раньше были университеты классические и были технические вузы. А так как для Сибири принципиально были именно технари, огромные расстояния, неосвоенная территория, было принято решение. А давайте мы создадим еще сельскохозяйственный факультет и технический факультет. Таких факультетов не было нигде, ни в одном университете. Все уже как бы нормально было. И тут Великая Октябрьская социалистическая революция. То есть, соответственно, по году, по году, по году. И слава богу, вот в 1918 году удалось создать университет. Причем, опять же, буквально явочным порядком. То есть, практически можно сказать, что мы были первооткрывателями во всем. Просто какие-то исторические события потом нас... Да, отодвигали, отодвигали, отодвигали. Смотрите, а вот по поводу отодвигания, да, все-таки существует такое мнение, что это пододвигание остановил Александр Колчак. Я ошибаюсь. Вот как вы историк, да, как исследователь истории вашего университета. Скажите что-нибудь по этому поводу. Это действительно миф, это правда, легенда. Когда я поступал в конце 80-х годов, знаете, среди студентов, так тихонько, университет ведь в реальности создал Колчак. Я долго, вот, будучи уже преподавателем, человеком, который занимался этим периодом, искал, вот откуда вот эти корни растут. Так. Потому что, ну, мы, если мы посмотрим чисто хронологически, Колчак стал верховным правителем уже в ноябре 18-го года. Университет открыт 27-го. Формально решение было принято вообще в августе. Какое отношение Колчак имеет к этому? Ну, вот, я принципиально считаю, что вот этот рассказ появился от того, что парочка товарищей в советские времена увидели один документ. Дело в том, что документы временного сибирского правительства, они были достаточно ограничены в доступе. Ну, как вы понимаете, непопулярно было изучать. И вот в прошлом году мы смогли добраться до Государственного архива Российской Федерации и там поднимаем документ. Это положение об Иркутском университете. То есть университет уже создан, благополучно работает, два факультета, третий предполагается. Но в правительственном вестнике, то есть в официальном издании, это было опубликовано только в мае 1919 года. И вот этот документ, вот этот как бы непосредственный подлинник мне пришлось в руках держать. На нем подписи председателя правительства, подпись министра народного просвещения, а сверху приписка утвержден и лично подписан верховным правителем. То есть, соответственно, вот этот документ, он подписывался. Но к этому моменту университет благополучно работал, у него было более 500 студентов. Еще одна романтичная история уничтожена просто на корню. Ну, к великому сожалению, вот историки, они как-то не любят мифы. А расскажите нам, пожалуйста, тогда, в чем была особенность именно университета, открытого в революционное время, практически совместными усилиями и красных и белых? Ну, начнем мы с того, что вообще я глубоко убежден, что Иркутский университет – это первый государственный университет. Опять же, мы, поднимая документы, обнаружили проект создания этого университета, где он первоначально именовался восточно-сибирским, зачерпнуто сверху написано «иркутский» и дописано слово «государственный». Почему? Дело в том, что до февральской революции все университеты у нас были императорскими. Соответственно, после ликвидации империи мы оказались первым государственным университетом. Предполагалось, что вообще Иркутский университет первоначально, вот в 16-м году, когда говорили, он должен был быть отделением, кто-то говорил, Петроградского университета, кто-то Московского. Вероятнее всего, наверное, Петроградского. И поэтому вот сама система, которая была создана, она была уникальна. Почему? Дело в том, что предполагалось создание факультетов, я уже говорил об этом, которых не было нигде. То есть, прежде всего, это сельскохозяйственный факультет и технический. Почему не открыли? Дело в том, что вот писали часто. В 17-м году, когда впервые возник вопрос, собственно говоря, уже в технической плоскости, посчитали, что самые дешевые факультеты, если можно так употребить этот термин, это историко-филологические и юридические. И поэтому решили, денег нет. И поэтому вот мы откроем именно в таком формате. Но даже тут как бы решили чуть-чуть поэкспериментировать. Дело в том, что на историко-филологическом факультете было открыто восточное отделение, где изучалось 8 иностранных языков. То есть, соответственно, китайский, японский, корейский. Вот эта школа востоковедения оказалась абсолютно уникальной. И получается, что университет действительно оказался университетом абсолютно новым. Потому что создать в годы гражданской войны, как вы понимаете, вопрос стоял просто элементарно о выживании. А тут мы выделяем помещение, причем помещение в центре города. Самое лучшее, наверное, здание Иркутска – это Белый дом, это бывший девичий институт, это канцелярия иркутского генерал-губернатора. Хотя были и другие варианты, нам пришлось держать в руках документы, где предполагалось создание настоящего университетского городка. Сейчас это называется кампус. Это территория современного Ивату. Дело в том, что там предполагалось открыть Иркутское военное училище, переместить с 5-й армии и кадетский корпус. Ну, началась Первая мировая, потом гражданская. И вот вопрос завис. Построили коробки, построили весь комплекс зданий, внутренней отделки не было. Придумали, что делать с содержимым. Соответственно, решили, просчитывали, но посчитали слишком дорого. Потому что действительно, чем интересен Иркутский университет, это университет, который во многом ориентировался на жителей Иркутска и был детищем именно иркутян. То есть, если мы возьмем Первую смету, опять же, очень интересный документ. Это тоже зачеркнутое. Там были... Вот представляете, современные грозбухи бухгалтерские, то есть, толстые книги. Первая смета университета, один листочек заполнен наполовину. Постепенно, наверное, туда добавлялись какие-то полпу, да? Дело в том, что государство обязалось дать 200 тысяч рублей. Но не дало. И 100 тысяч дали сначала поставлено, а до вторая. Большую часть денег дали обучающиеся, потому что брали деньги за обучение студентов и вольнослушателей. И плюс к этому достаточно мощный кусочек дала местная дума. Это 500 тысяч рублей. Как вы понимаете, вот сравнить 200-500 государства и город. Плюс к этому бесплатно здание и земельные участки. Ну, надо сказать, что года идут, но, тем не менее, Иркутский государственный университет остается по-настоящему любимым иркутянами, по-настоящему знаменитым в Иркутске. И в этом, конечно же, заслуга не только тех, кто в прошлом работал, но и тех, кто работает в настоящем. Вам спасибо большое за вашу работу и за то, что пришли в гости. Действительно, очень интересно слушать. Но, вот, к сожалению, время у нас ограничено. А так, да, история госуниверситета, она такая очень обширная и интересная. Я надеюсь, мы до октября, в октябре как раз-таки отпразднуем юбилей Иркутского госуниверситета, мы услышим еще больше интересных фактов и истории об этом замечательном университете. Спасибо большое за то, что пришли. Друзья, в гостях был Александр Валерьевич Ануфриев, директор Центра историко-культурного наследия Иркутского государственного университета. Ну, а мы нашу программу продолжаем, смотрим прогноз погоды.